Здравствуйте дорогие зрители и гости нашего канала! Спустя небольшой перерыв мы снова возвращаемся к вам с очередным ремонтом и новыми переделками. Так что устраивайтесь поудобнее, всем приятного просмотра! Итак, ремонт мы будем делать в коридоре нашего дачного дома. Мы отреставрировали старые входные двери. Частично заменили половые доски. Зашпаклевали стены и потолок. Также в этом видео вас ждет невероятная находка. А еще дадим вторую жизнь старому светильнику. Обязательно приготовим что-нибудь вкусненькое на природе и насладимся травяным чаем. Сейчас покажем, как было до, чтобы осталось у нас на память. И еще хочу показать, что мне уже нравится в этой комнате, в этом коридорчике. Во-первых, вот эта стена-перегородка. Она деревянная, уже с набитыми рейками. Нужно ее привести в нужный вид, мы это с вами сделаем. Что еще мне нравится? Мне нравятся окошки. Без этих тряпочек, конечно, мы их уберем. Окна. Окна маленькие, очень уютные, деревянные. Пока мы не собираемся менять. Но посмотрите, окна в хорошем, скажем так, состоянии. Красивые, симпатичные подоконники. Мы их перекрасим, заменим. Вот эти вот тряпочки. Повесим красивые занавески. И будет тут все очень красиво и мило, надеюсь. И что еще мне нравится в этой комнате, это вот этот старый советский светильник. Он рабочий. Мы его реставрируем и найдем ему здесь нужное место. Может быть, даже здесь и оставим. И еще давайте я вам покажу, что на этом светильнике имеется. Здесь на лампочке вы можете увидеть ласточки на гнездо. Ласточки к нам уже не пролетают в два года, поэтому мы его можем убрать. А пока оставим эти кадры на память. А здесь, здесь у нас такой небольшой выход на чердак. Там мы иногда прячем банки трехлитровые, двухлитровые и так далее. Мы тоже его покрасим, отремонтируем этот люк. Видите, все сыпется. И особенно нас тревожит этот потолок. Потому что бывает часто проходишь, а оно не выдерживает и падает на нас. Поэтому мы тоже сегодня его весь обдерем и поштукатурим заново на хорошую сеточку. Боль нашего дома, это, конечно, электрика. Мы уже приобрели много материала для новой проводки. И даже, как видите, начали уже немножко ее проводить. Но еще нужно добрать несколько автоматов и так далее. И уже будем этим заниматься. Вначале, конечно же, мы уберем все ненужное. Надеваем маску и головной убор, так как впереди нас ждет много пыльной и грязной работы. Как упомянул Роман, боль этого дома – это электропроводка. Поэтому ремонт в коридоре откладывали на потом. А еще мы не могли определиться с цветом стен. А также возникали проблемы с организацией пространства в этом маленьком помещении. И вдохновившись идеями на просторах интернет, у нас сложился некоторый образ или картинка того, как бы мы хотели, чтобы выглядел наш коридор. Вот краску сняли, а там вот трещина идет. Да, и причем трещины очень глубокие, да? Да, а так вот только это было видно. Краска держала стену. Местами на потолке штукатурка отслоилась. Это произошло по причине того, что когда-то там протекала крыша. По этой же причине некоторые половые доски в мире. Поэтому мы постараемся заменить. Несколько досок совсем сгнили, прям труха. Будем тоже заменять их. Хорошенечко нужно взболтать, чтобы больше вышло пены. В общем, все. Газ вышел, а пена осталась в середине. 500 рублей на смарку пошло. Я позвонил своему другу, строителю. Спросил, почему так бывает. Он говорит, наверное, я уже срок годности у нее истек. Я действительно посмотрел февраль 22 года. Ну, получается, уже полтора года. И пена затвердела, газ вышел, а толпы нет. Завтра поедем за новой пеной в магазин. Жалко. Целый день потеряли. Не получилось с потолком у нас. Тогда займемся полом пока. Завтра положим новые доски. Сейчас подгоним их хорошо и сделаем хороший пол. Завтра поедем. Не получается. Надо какую-то другую насадку. Мы покупали, помнишь, такие отвертки? Да. О, вроде пошло. Для чего мы открутили эти ручки? Для того, чтобы снять эту старую обивку на двери. Оно уже тут прикипело на несколько слоев. Видно, старые хозяева делали. Ну, старались как могли. Поэтому мы сейчас ее тоже снимем, зачистим и, наверное, покрасим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень интересно разбирать разные старые вещи, как будто погружаясь в какую-то историю. И думаешь, как люди раньше жили, что они думали, что делали. Вот, например, отгадайте с первого раза, чем обита была эта дверь? Что это? Да, это старая рабочая фуфайка. Вот даже кармашек есть, рукава. Здорово, очень интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь даже и жилетка была, и фуфайка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Два слоя. Сняли дверь, сейчас на улицу вынесем. Там лучше будем чухать. И пыли меньше, и нам свежего воздуха больше. Хорошая дверь, тяжелая. Надежная. Ага. Что за дерево, интересно? Дуб? Может, красное дерево? Ну, сейчас оно красное. Сейчас точно красное. Не могу навес снять. Думаю, в чем дело, что его держит. А получается, все старые хозяева забили этот навес, а уже сверху одели лутку и заштукатурили. Поэтому сейчас придется только болгаркой его срезать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После снятия старой краски с помощью специальной шпаклевки по дереву я шпаклюю все щели и неровности. Все за контроль. Хочу заметить, что эту шпаклевку я беру небольшими порциями. Ранее я брала экономную упаковку. Расходовалась она не полностью. Остатки высыхали. И было очень жалко их выбрасывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня поехали, уже взяли новую пену. Ну, посмотрим, может, хотя бы она будет работать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое непростое для меня было это запенить щели на потолке. Потому что тогда приходится переворачивать баллон, и пена перестает идти. Поэтому много раз приходилось трусить, переворачивать и потихонечку запенивать. Опять трусить и дальше идти. Может быть, вы знаете лучший способ, то напишите, пожалуйста, в комментарии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шпаглевка высохла, и все бугры и неровности я снимаю с помощью своей любимой насадки на журуповерт. Зернистость шлифовальных кругов 40 и 120. Я взяла немного белой краски, уже добавила черный, получился серый. И добавлю сейчас немного желтого и коричневого, чтобы вывести нужный оттенок для дверей и для деревянной перегородки. Для первого слоя окрашивания я выбрала обычную алкидную глянцевую краску PF-115. После тщательного вымешивания колеров с краской у нас получился вот такой цвет. Данная краска имеет глянцевый эффект, мне же нужен матовый. Поэтому для повторного окрашивания я выбираю акриловую матовую краску. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу показать, какую краску использовала для повторного окрашивания поверхности двери и стен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тома, ты пришла мне помогать? Да. Это акриловая матовая эмаль для радиаторов, но я не раз уже использовала ее для окрашивания деревянных поверхностей. И так, в одной банке я вывела нужный цвет, смешав белую краску с нужными колерами. Вторая банка краски была у меня про запас. И, как видите, она пригодилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стены неровные, имеют трещины, поэтому будем использовать штукатурную стеклотканевую сетку. В качестве штукатурки мы используем строительную смесь Церезит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А Вика сегодня взялась за выравнивание потолка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо у тебя получается. Молодец. Спасибо. Ты камеру включил? У меня не очень хорошо получается. Как камера выключена, так все идеально идет. Хорошо, хорошо. Главное, не останавливайся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для штукатурки углов удобно использовать вот такую специальную стеклотканевую ленту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, снимаем глампу с ласточкиным гнездом. Жалко, жалко. Ну а что делать? Если они еще раз пролетят, то сольют, наверное, еще красивее. Сейчас покажу, как оно выглядит из середины гнезда. Видите, так сеном вымощено, пухом, чтобы и яичкам, и птенцам было тепло и мягенько. Какие молодцы птички. Еще на окне у нас полмалось или полностью даже сгнило несколько штапиков, а точнее, три. Поэтому мы сейчас их тоже снимем и заменим на новые. Ну что, все заштукатурено, все поломанное, заменено. Осталось теперь все хорошо зашкурить, почухать, и можно приступать к покраске. Вот и приближается мой самый любимый этап работы. Это покраска. Ну и, как говорится, ремонт ремонтом, а обед по расписанию. Сегодня с вами мы приготовим домашнюю шаурму. И как хорошо, что некоторые ингредиенты растут у нас на грядке. Смотрите, какой необычный помидор. Вернее, помидор обычный, а форма у него... Сейчас покажу. А форма необычная у нашего помидора. Тем временем, Роман приступает к покраске потолка. Для этого он использует фасадную акриловую краску. Докрашивал потолок и понял, что мы совсем забыли про этот люк. Сейчас его вытащим. Опачки. И тоже его хорошенько почухаем, пошкурим и покрасим. Ну, а пока люк подсыхает, мы возьмемся с вами за стены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мясо мелкими кусочками я обжариваю на сковороде. Добавляю соль и черный перец. Следующим этапом будет покраска такими вонючими красками, поэтому, чтобы не сильно воняло в доме, мы завесим дверной проем покрывалу. У перегородки видим такой зеленый, насыщенный цвет, поэтому мы вначале пройдемся белой краской, чтобы затушевать этот яркий цвет, ну а потом уже разбавим с колором. Большую часть уже всего покрасили, остались окна, два окна беленьким покрасим, а сейчас возьмемся за входную дверь. окошки будут беленькие, красивенькие, супер! ну а пока первый слой на двери сохнет, мы открутим и заменим ручки, эти поломанные, на отреставрированные деревянные. пока готовится мясо, я нарезаю зелень, соленые огурцы, свежие помидоры и лук. ну что, займемся реставрацией старого светильника, для этого мы сейчас его раскрутим, заменим проводку, почистим, покрасим и так далее, и будет новый красивый светильник. Интересно, что светильник был подключен через вот такую штучку, я не знаю, что это, если среди наших зрителей есть электрики, то пожалуйста напишите, возможно это для того, чтобы лампочка долго не перегорала. Будем ждать ваши хорошие уместные комментарии. для соуса используем измельченный чеснок, зелень и домашний майонез. По желанию можно добавить специи. Кто-то из зрителей нам писал, что в этом электрокофейнике можно заваривать не только кофе, но и чай, поэтому приглашаю вас поэкспериментировать вместе со мной. В заварники я выкладываю сухую мяту и по итогу посмотрим, что у нас получится. в следующем году кубик, смотрите, кто-то сухую мих напрhedую. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, вот такие получились наши детали. Белая с золотым. Уже все подсохло. Поэтому сейчас будем собирать нашу лампу. Привражение старого советского светильника меня, конечно же, впечатлило. Особенно если учесть, что похожие светильники в магазинах имеют стоимость от 1000 рублей. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ух ты! Я в восторге! Мятный чай не просто заварился, а еще имеет насыщенный цвет. И благодаря вам, а вернее вашим советам, дорогие наши зрители, мы теперь будем пользоваться этим электрическим кофеварником не только для заваривания кофе, но и чая. Ну и пользуясь случаем, хотелось поблагодарить всех наших зрителей за ваши добрые комментарии, полезные советы. Вы у нас самые лучшие. Нам очень нравится читать ваши комментарии и отвечать на них. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Как с шашлыком! Вкуснятина! А еще на природе Приятного аппетита Спасибо, Солнышко, и тебе Спасибо Альфуша заснула на свежем воздухе Спит Накушенная Альфуша Альфа Привет, привет, девочка Ты поспала Еще Ну, еще поспи О, навесы прикрутили Сейчас пойдем дверь вешать Вот так выглядит дверь После окрашивания матовой краской Осталось немного цветной краски Я смешала с белой Той же акриловой краской И покрасила эту перегородку Вот так все получилось Докрасили дверь И заметили такие Два интересных ушка С отверстиями И думаем, для чего они нужны Возможно, вы знаете, для чего они нужны У нас с Виккой только один вариант И мы думаем, возможно, здесь был просто засов такой Ну, например Вот мы взяли такой прутик И, возможно, это засовывалось вот так Для чего это делать? От кого прятаться, мы не понимаем Но очень напоминает ситуацию из одного фильма Ну и завершающий этап Перед тем, как расстелить линолеум на пол Делим утеплитель толщиной 3 мм Делим утеплитель толщиной 3 мм Вот так Вот так Ух ты А ну попробуй будет гореть О, красиво Очень хорошо Зачем платить больше? Старые шторки у нас висели на таких проволочках Старых и на гвоздиках Но мы хотим сделать более так красиво Поэтому отыскали старые такие багеты Сейчас мы тоже отрежем их болгаркой по размеру Покрасим тоже золотым И сделаем более красивым Продолжение следует... Вешаем золотые багеты, прикручиваем золотыми саморезами. Чтобы наши цветочки не пропадали, украсим ими наше окошко. Теперь давайте сравним, как было до ремонта и как стало теперь. Ремонт в коридоре окончен. Осталось только обставить его некоторыми предметами мебели, но об этом мы покажем в наших следующих видео. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров Т.Горелова Корректор А.Егорова